Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! В эфире тележурнал «Планет 5 звезд» с вами Сергей Денисенко. Сегодня вы узнаете, кто стал победителем конкурса туристических отчетов «Весна-2012». Побывайте с нами на Мертвом море и на Плитвицких озерах. А начнут наш выпуск «Золотые пески» Болгарии. Ода в Болгарии у многих в первую очередь ассоциируется с курортом «Золотые пески». Ведь еще в прошлом веке, когда заграница для многих была загадочной и недостижимой мечтой, «Золотые пески» уже принимали группы наших товарищей. С тех пор неизменным остался только сам «Золотой песок пляжей». А с 1996 года курорт завоевал престижную международную премию «Голубой флаг». «Золотые пески» раскинулись на 3,5 километра и расположены на территории национального парка с одноименным названием. Впервые парк «Золотые пески» был открыт в 1943 году, и потом уже только через 40 лет его значительно расширили. Местные возможности для отдыха и развлечений, для восстановления здоровья и сил дополняют источники лечебных минеральных вод. Большая баниологическая база позволяет лечить артриты и артрозы. Хронические фаренгиты, бронхит и астму снимают стрессы и неврозы. На территории «Золотых песков» есть отели, предназначенные для весьма солидной публики. Если ранее в первую очередь внимание уделялось внешнему облику гостиниц, их интерьерам, то теперь болгары взялись за сервис и расширение услуг. Растет число ресторанов, связанных с различными кухнями мира. Приглашаются лучшие повара, совершенствуются винные карты. Курорт «Золотые пески» остается и самым крупным курортом с северного побережья Черного моря. На его территории 64 современных отеля, которые могут принимать до 20 тысяч гостей одновременно. Расстояние от «Золотых песков» до «Варны» всего 20 километров. Курорт подходит для туристов любой возрастной категории. Здесь много различных ресторанчиков, кафе, баров, дискотек и магазинов. А по вечерам сюда отовсюду стекается молодежь. Это самый шумный, самый веселый и самый активный курорт болгарского Черноморья. Вы серьезная фирма? На гребне успеха? Значит, пора задуматься о своем дальнейшем развитии. Более 150 представительских фильмов созданы телекомпанией «Планета 5 звезд» для выставок международного уровня. Фильмы раскрыли предприятие с лучшей стороны и позволили нашим заказчикам перейти на следующую ступень успеха. «Планета 5 звезд» расскажет о вас лучше, чем сможете вы. И профессионально преподнесет информацию о вас вашим партнерам и конкурентам. Не скромничайте, покажите себя миру. Хорватия богата и архитектурными, и природными достопримечательностями. И одним из самых притягательных природных шедевров остаются Плитвицкие озера. Фильмы по странам Европы представляет туроператор «Олимп Тур». Говорят, что все туристические тропы Хорватии ведут к Плитвицким озерам. Это самый старый национальный парк Хорватии и один из красивейших в мире. Он расположен на полпути от столицы государства к Адриатическому морю. Водопад высотой в 78 метров – самый высокий водопад не только в парке, но и во всей Хорватии. Редактор субтитров А.Семкин 140 водопадов танцуют между 16 прекрасными бирюзовыми озерами. Разница по высоте между ними составляет примерно 136 метров. В озерах, полных чистейшей прозрачной воды, резвятся косяки счастливой непуганной форели. Переходы между озерами и водопадами оборудованы удобными дорожками, которые неустанно отопщат туристы со всего света. Территория парка составляет примерно 295 квадратных километров неземной красоты. Кроме озер, расположенных в виде многочисленных каскадов и буйства водопадов, здесь порядка 20 пещер, а также совершенно уникальный буковый хвойный лес, сохранившийся еще с древнейших времен и обладающий способностью самовосстанавливаться. Туфовые каскады водопадов в процессе роста постоянно меняются. В парке запрещено что-либо изменять, вторгаясь в естественное течение времени. Упавшие деревья со временем превращаются в воде в окаменелости. Каменные пороги под натиском воды обрушиваются, меняют форму. Вместо них появляются новые. Рейх местности дышит и живет своей жизнью. Первые упоминания в Плитвийских озерах относятся к далекому 16 веку. Но лишь в конце 19 века озера начали изучать, и они были открыты широкому доступу туристов, который чуть не закончился для них печально. В 1949 году Плитвийские озера стали первым национальным парком Хорватии и были закрыты для посетителей. Уникальный план по спасению этой красоты и созданию туристических маршрутов, которые, не разрушая парк, дали бы возможность увидеть пейзажи нетронутой природы, позволил вновь открыть его для посещения лишь в 1958 году. А через 20 лет Плитвийские озера привлекли внимание ЮНЕСКО. В национальный парк был внесен в список всемирного наследия. Туристический маршрут пролегает через самое большое из Плитвийских озер. Его глубина достигает 46 метров, а плавное скольжение по волшебной глади надолго оставляет в памяти след сказочной красоты Плитвийских озер. А сейчас небольшая экскурсия на курорты Мертвого моря в Иорданию. Что влечет нас в путешествие? Сначала желание познать неизведанное, а потом вернуться в те края, где больше всего понравилось. Мертвого моря в Иордании. Мертвого моря в Иордании. Мертвого моря в Иордании. Купаться можно всегда и везде В золоте солнечных лучей и ароматах цветов В теплых волнах зноя и в синеве мертвого моря Самая необычная из морей не устает удивлять и покорять своей красотой Весь район Мертвого моря является заповедной зоной Это и самая низкая точка земного шара Уровень моря на 410 метров ниже уровня Мирового океана Мирового океана Здесь безупречно чистый воздух и легко дышится А сон крепкий и действительно быстро восстанавливающий силы Эти природные данные чудотворного феномена Человечество использует в своих целях с древних времен Роскошные отели соединяют в себе сразу множество факторов Влияющих на полноценный отдых Не перечислить всех плюсов Так как на самом деле они уже давно перешли в знаки умножения Но самое первое, что покоряет и не отпускает ни на миг Это завораживающая красота В которой окунаешься и которая сопровождает тебя На все время пребывания в этом дружелюбном королевстве Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, подведены итоги конкурса туристических отчетов Весна-2012 Спонсорами которого были Сеть магазинов Sony Center и телекомпания Планета 5 звезд Итак, третье место заняла Марина Лихобицкая из Краснодара С отчетом Галопа по Италии На втором месте известный байкер из Санкт-Петербурга Олег Капкаев Со своим пятитомником за Северным Сиянием Или отмороженной из Дун-2012 И первое место у Сергея Свериденкова из Москвы За отчет Камчатский синдром Специальный приз от туристической компании Интурист Летний Сад Получает Борис Иванов Из Москвы за отчет Остров Титова Мы поздравляем победителей И ждем вашей новой работы на конкурс Лето-2012 А я с вами прощаюсь До встречи в это же время 23 июля С вами был Сергей Денисенко Всем доброго, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok